В маленьком городке Стал, в штате Канзас, когда-то стояла старинная церковь возле кладбища в окружении могил. Рядом с церковью располагался погреб, который очень нелегко было отыскать, так как вход в него зарос травой. Перед церковью стояло большое дерево, на котором никогда не росли листья. Ни один из жителей города, даже самый пожилой, не мог вспомнить, чтобы на этом дереве при его жизни появился хоть один листик. Давным-давно, еще до гражданской войны в США, которая началась в 1861 году, в этом месте жило несколько фермерских семей. Дочь священника безумно влюбилась в соседского парня, но тот разбил ей сердце, выбрав другую девушку. Они поженились, и его избранница забеременела. Все 9 месяцев дочь священника видела, как счастлив ее возлюбленной рядом со своей беременной женой, и все это время в ней росла ненависть. Вскоре после того, как у молодой пары родился ребенок, дочь священника пришла в их дом. Они радушно встретили ее, но не обратили внимания, с какой ненавистью она смотрит на их ребенка. Она внезапно напала на них и перерезала обоим горло, отомстив за всю ту боль, которую они невольно приносили ей. Потом она притащила их тела на холм, где стояла церковь, вместе с новорожденным ребенком. Она положила тела в погребе и оставила ребенка между ними умирать от голода. Потом дочь священника заперла двери в погреб и повесилась на дереве перед церковью. Тела в погребе не могли найти в течение трех недель. С этого дня листья никогда не росли на этом дереве. Если прийти на кладбище возле церкви поздно ночью, то можно услышать леденящие кровь в крики ребенка. Городские жители сожгли дерево много лет назад, в надежде, что дух дочери священника успокоится. А не так давно рухнула и старинная церковь, после этого погреб стало найти еще труднее. Многие искали его двери, но редко из тех, кто отважился войти внутрь, возвращался назад. Лишь несколько человек, однажды спустившись в погреб, вышли на свет через три недели. Все это время они плутали в темных коридорах погреба, и когда вышли, были очень слабы от голода и покрыты кровью, которая принадлежала не им. Субтитры создавал DimaTorzok